Сиеста по-приморски. Узнаем о нормах работы в жару и санкциях нерадивым работодателям. Расскажем о пользе коровьего молока приморского производителя и сравним с козьим. И проверим, можно ли вернуть исправную детскую игрушку в магазин. Об этом в ближайшие 15 минут. Горы, пещеры, водопады, морские бухты с кристальной водой. У Приморья своя красота. Она притягивает к себе российских и иностранных любителей путешествий. На сайтах местных туркомпаний масса экскурсионных предложений. Не отстают от них и частники. Фрилансеры, активисты, в общем, знатоки красивых мест региона. У них все дешевле. Ну а как насчет безопасности по поводу финансов, здоровья и жизни? Совсем недавно была жалоба как раз о том, что человек перевел деньги, потом по погодным условиям, например, не смог поехать. Решил отменить. Письменно вроде как сообщил, да, там, в группу в WhatsApp о том, что я не поеду на беда. Верните мне, пожалуйста, деньги. Мне организатор просто сказал, что извините, у нас не предусмотрен возврат. Как дальше действовать этому человеку, который ничего, кроме реквизитов карты, не знает? Закон о защите прав потребителей в таком случае бессилен. В суд подать не на кого. Уважающие себя фирмы, которые зарегистрированы в Росреестре, заключают договор с клиентом, выдают квитанции. У них есть программа тура, информационный лист предосторожности, инструктаж. На активные туры обязательно должна быть страховка от несчастного случая. Плюс ко всему в хорошей фирме ходят опытные инструкторы, у которых есть аптечка, которые знают местность, не первый раз там были. Случаев много. Пообещали одно, да, частники или кто-то еще, гости потеряли. Наш инструктор это все видит в лесу, вытаскивают потом, говорят, идите за нами, мы сейчас проведем куда нужно. Страховые суммы на лечение различных травм варьируются от 10 до 100 тысяч рублей. В среднем компании выплачивают 50 тысяч. В других регионах, например, на Камчатке, турфирмы обязательно регистрируют клиентов в поисково-спасательной службе. В Приморье пока это не развито. У нас не слишком экстремальные туры со сложными запутанными маршрутами. Но большую головную боль МЧСникам всегда доставляли дети, которые ходят в поход с учителями и родителями. Кто-нибудь да потеряется. Важно понимать, что когда едет детская группа, наш транспорт регистрируется, да, подает пункт А, пункт Б, маршрутный лист путевой, список детей. Это все очень важно. Нужно следить за этой безопасностью. Самим лучше не организовывать. Мы не призываем игнорировать частников. Действительно, есть люди, которые любят свой край, знают его от и до и готовы отвезти любителей активного отдыха на неизведанные тропы. Но российские законы еще никто не отменял. Жара, жара, жареное солнце, больший городок. Жара, жара, жареное солнце. На улице баня. Одних спасает зонтик, других фонтан, третьих мороженое. И в такое пекло россияне не только отдыхают, но и работают. В жарких европейских странах сотрудникам компании положено сиеста. Сон в полдень. Для нас пока таких поблажек государством не предусмотрено. Нужно ли сокращать рабочий день из-за жары на улице и духоты в помещении? Ну, я думаю, что нужно вообще-то, если нет кондиционера. Потому что это невозможно работать такой духоты. Я-то в отпуске, поэтому мне сейчас это непонятно все. Но вообще, да, если бы сейчас работала в душном кабинете, было бы очень тяжело. Я думаю, что хотя бы на часа два, да, точно. Ну, или какие-то перерывы делать. Потому что очень душно, но в кабинете вообще не выносимо. Но если нет кондиционера, вентилятора, то час-два точно. Перерывы. В России для работодателей действуют специальные санпины. Нормы труда сотрудников в душном помещении. То есть в случае, если в рабочем помещении температура воздуха прогревается свыше 28,5 градусов, то продолжительность рабочего дня должна быть сокращена на один час. Если температура воздуха прогрелась до 29 градусов на два часа, и, соответственно, свыше 30,5 градусов, то продолжительность рабочего времени должна быть сокращена на 4 часа. Не все начальники жалеют своих подчиненных. Хотя обязаны создать все необходимые условия для работы. Установить кондиционеры, купить вентиляторы, заказать чистую питьевую воду, приобрести аптечку с медикаментами. В случае, если работодатели не исполняют требования Рост труда, а также санпина, существуют, соответственно, санкции, которые указаны в Кодексе об административных правонарушениях. То есть для руководителей организации это от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 2 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц от 50 до 80 тысяч рублей. Также возможна приостановка деятельности юридического лица на срок до 3 месяцев, в случае несоблюдения данных условий. Правда, почему-то нет никаких норм, например, для водителей общественного транспорта и кондукторов, которые вынуждены трудиться в жару без сокращения рабочего дня. Молочная река, Творожные берега. Возле павильона компании «Милоградовская-1» на ежегодной ярмарке-выставке приморских продуктов не протолкнуться. Все хотят попробовать йогурт, варенец, ряженку, сметану. Десерты местного производителя с 10-летним стажем из экологически чистого Ольгинского района. Мы сегодня дегустируем нашу натуральную молочную продукцию. Она состоит из 19 наименований. Мы ее производим на собственном молокозаводе. У нас собственное молочное стадо, которое состоит из 600 дойных коров. Продукцию изготавливают по традиционной российской технологии, на современном шведском и швейцарском оборудовании, без добавления ароматизаторов и консервантов. Поэтому у молочки такой небольшой срок хранения. Потребители рассказали, почему они выбирают именно этого производителя. Мне Милоградовская нравится, потому что это свежее, потому что это вкусное и это натуральное. Здесь попробовала творос. И по качеству, консистенции, и по вкусовым качествам. Не кислый, не пресный. Такое нежное, очень приятное на вкус. Я попробовала Милоградовский йогурт. Мне очень понравилось. Раньше я покупала сметану Милоградовскую. В общем-то, она по качеству очень хорошая, по жирности, подходит для нашего вкуса. Очень вкусно. Паренец. Я у них вообще беру всегда. Приятный допустим. Продукцию «Милоградовская-1» высоко оценивают на различных конкурсах среди приморских производителей. Мы ежегодно участвуем в конкурсах «100 лучших товаров». Неоднократно наше молоко, творог, сметана занимали первые места, гран-три места. У нас имеются медали, дипломы, грамоты. Вот и на этой выставке-ярмарке компания «Милоградовская-1» стала одной из лучших среди предприятий Приморья. Аза, Ара, Таня, Маня и другие обитатели личного подсобного хозяйства Елены Кустовой приносят в сутки от 10 до 12 литров молока. В рационе овес, кукуруза, комбикорм, корнеплоды, молодой клевер и душистая сена из Ханкайского района. Козы кормят большую семью, а излишки Елена продаёт. Поэтому к здоровью своих питомцев относятся ответственно. Хозяйство зарегистрировано, животных ежегодно вакцинируют. Так должны делать все частники. Это, например, ящур, сибирская язва. Это что касается вакцинации. Проводим ежегодную туберкулинизацию животных. Проводим исследования, необходимые на лейкоз бруцеллез. Бруцеллез – это опасное заболевание для человека. И на него мониторинг проводим регулярно. Но проводим мониторинг только в тех хозяйствах, которые зарегистрированы в нашей службе, о которых мы знаем. Мы не выгуливаем по одной простой причине. Здесь нет выгулов, достойных для коз. Что такое достойный выгул? Это вдали, прежде всего, от автомобильных выхлопов. Это первое. Потому что любая трава всё это берёт в себя. Второе. Здесь территория сама не предусмотрена для выгула животных. Так скажем. Тут лесов ближайших и прочих нет. Ну и третье, самое основное, наверное, страшное – это клещевой энцефалит. Это клещи. Козье молоко – самое уравновешенное, писал в своих трудах Авиценна. В Древнем Риме этим продуктом лечили селезёнку. Гиппократ исцелял людей от чахотки. В горных районах Швейцарии, кстати, до сих пор борются с туберкулёзом, употребляя этот живой напиток. Его белок и жир, в отличие от коровьего, усваиваются организмом лучше. В козьем молоке меньше лактозы. Это плюс для людей с её непереносимостью. Практически отсутствует С1-казеин, который вызывает аллергические реакции. Из козьего молока делают сыр, творог, сметану. Вот этому сыру всего 10 дней. Он считается молодым. Козье молоко дольше сквашивается по сравнению с коровьим. Потому сложнее в производстве из-за белковой и жировой структуры. Выбирая, где купить эти полезные продукты, смотрите на санитарное состояние фермы. Заботливые хозяева тщательно следят за чистотой животных. Моют, обрабатывают перед дойкой. Ведь сальные железы вымени козы выделяют кислоты, которые придают молоку неприятный запах и вкус. Его цвет должен быть бледно-жёлтым из-за большого содержания каротина. Но никаких розовых примесей и разводов не допускается. Это признак мастита. Если приобретаете вкусности на рынке, спрашивайте у продавцов ветеринарные документы, подтверждающие качество. Сегодня мы узнали у мам, какие претензии у них есть к детским игрушкам. В первую очередь детские игрушки обязаны быть безопасными. А чтобы покрытие, краска, какие-то различные дополнительные приспособления, чтобы были надёжными, устойчивыми. Если дешёвые, то ломаются быстро. И тонкие. Тонкая пластмасса. А так, в принципе, если покупаешь качественные, то здесь нет. На спортивном мимо китайского рынка проходим, и дети не хотят. Уже по запаху сразу. Проходим и не покупаем. И один случай был, я купила машинку, вот эту китайскую, и она была с плохого пластмасса, и всё. Меня дети отругали, малыши, и я стала теперь покупать хороший пластмасс. Меня удивляет тот факт, что они достаточно странные. Вам не казалось так? Например? Ну, куклы какие-то с бесформенными, большими головами. Вот. Для меня это, как для девочки, очень странно. Почему не делать пропорционально, чтобы было всё? Макияжи у них очень яркие, и волосы странные. Ну, в общем, не знаю. Но на самом деле детей-то, я так понимаю, привлекают, потому что есть спрос и покупают. Берём в магазинах известных брендов, которые зарекомендовали. А так, такие, которые, конечно, на рынках продаются, в ларьках, мы стараемся не брать просто. Новая детская игрушка пришлась не по душе. Многие считают, что такой товар вернуть невозможно, если он исправен. Но есть ситуации, в которых покупатель остаётся прав. Берём на вооружение статью 25 закона о защите прав потребителей. В ней указано право обмена. Однако доброжелательный подход может вам помочь вернуть покупку и возместить финансовые потери. Для этого следует сохранять товарный вид вещи. Сломанная игрушка без упаковки, обмену или возврату не подлежит. Покупатель приходит с чеком и говорит, что игрушка не понравилась по какой-либо причине. Это фасон, расцветка, размер, габариты. Мы возвращаем такой товар, сразу же либо обмениваем на аналогичный товар, что-то не так с игрушкой. Ну, просто не понравилась, а есть моделька такая же, но другого цвета или другого фасона. Если чек потерян, можно ссылаться на свидетельские показания. Используйте штрих-код изделия или кассовую ленту, дублирующую чеки. Основной закон – защита прав потребителей, где прописано, что товар надлежащего качества покупатель имеет право вернуть в магазин в течение 14 дней. Закон имеет исключающий перечень товаров, которые не возвращаются при отсутствии заводских дефектов. Но игрушки в нем не значатся. Вернуть товар надлежащего качества можно, если он не соответствует заявленным на упаковке характеристикам. Либо информация, которая была получена от продавца, оказалась недостоверна. Но здесь вступает в силу уже другая статья. Продукцию «Милоградовская-1» приобретайте на рынках Владивостока. Продукция «Милоградовская» Продолжение следует...